Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию наших ежедневных видеороликов. Я сегодня не буду вам говорить про рынок. На рынке и так все понятно, что евро, что фунт. По евро все не меняется с начала недели, по фунту ничего не меняется с конца прошлой недели. Так что, в общем-то, об этом, обо всем мы уже говорили. Я сегодня хочу поговорить про другую штуку. Сегодня мы поговорим про один очень важный навык, как я считаю, навык, который поможет вам стать более успешными, навык, который поможет вам больше впитывать в себя информацию и так далее. Если вы следите активно за моим творчеством, как я его называю, то вы, наверное, знаете о том, что последние два дня я провел на Synergy Inside форуме. Причем последний день я провел этот день вместе со своей супругой на этом Synergy Inside форуме. Привет, кстати, всем тем, кто был на этом форуме. Напишите мне в комментариях, если вы там были. Большой вам привет. Вы прям большие молодцы, если его посетили. Я считаю, что такие мероприятия обязательно нужно посещать. Если вы не знаете, что такое, я прям вот в описании помещу обязательно ссылочку про Synergy Inside форум, чтобы вы поняли, что это такое. Ну, в двух словах, два дня, 25 спикеров, которые выступают на самые разные темы, начиная от личных отношений, заканчивая маркетингом, начиная с продажей, заканчивая личностным ростом, там, не знаю, начиная с собственного бизнеса и заканчивая какой-то такой жизненной философией. 25 спикеров, выступающих на разные темы. И вот, слушая каждого спикера, я прослушал практически всех, за исключением буквально нескольких человек. Я за каждым старался все писать. Ну, не все писать, но писать основные тезисы, основные мысли, которые человек доносит. И меня удивляли некоторые люди, которые сидят на этом Synergy Inside форуме. И так, знаете, или вот так сидят, ну, как бы, показываю всем своим видом, мне не очень-то интересно. Ну, как бы, ничего страшного, что я сижу на месте, которое стоит 15 тысяч рублей, и у меня нет денег на то, чтобы купить место более дорогое поближе к сцене. Ну, я, тем не менее, мне не интересно, что там говорит этот спикер, да, который явно более успешен, чем я. Или люди даже слушали с каким-то вниманием, да, с интересом, но ничего не писали. И вот я лично привык все всегда записывать. Ну, не все всегда, да, ну, как бы, вот, например, на Synergy Inside форуме, опять же, основные тезисы, мысли, которые у меня появлялись, я обязательно писал, благо, там, всем выдали тетрадку прямо для этого специально, которая это позволяла делать. Я писал все туда, все туда. Но стараюсь там писать хотя бы там в телефон, там, в заметки куда-то и так далее. И прикольная получилась штука. Мы в последний день были вот с супругой, как я уже говорил, на этом его форуме. Причем на первый день она не пошла, у нее там были какие-то дела, заботы. На второй день я за уши ее просто туда вытащил. Она все сопротивлялась, искала оправдания, ой, у меня тут дела, тут надо что-то сделать, тут куда-то надо съездить. Я говорю, так, слушай, все, поехали. Я говорю, тебя не спрашиваю. И мужик, мужик настоящий, мужик, да. Значит, привез в интерфорум, мы уезжаем с него. Она говорит, слушай, реально круто, классно, мне очень понравилось. Мы с ней едем, я говорю, слушай, давай обсудим, как бы, а что мы слышали с тобой сегодня, что мы начнем там, может быть, жизни воплощать, обсудим как-то с ней идеи, тезисы и так далее. Прошло полчаса с момента окончания форума. И мы не смогли, точнее так, мы, по-моему, смогли вспомнить всех, кто выступал, кого мы слышали, но не смогли вспомнить примерно у половины даже о чем они говорили. То есть понимаете мысль, да? Вот теперь представьте себе, если бы мы ничего не записывали, не писали. Конечно, здорово, если бы хотя бы, в принципе, были на этом мероприятии. Это прям вообще прям класс, зачет и так далее. Но если вы ничего не писали, то как минимум половина из той информации, которую вы прослушали, она у вас наверняка в одно ухо влетела, а в другое ухо тут же вылетело. Сейчас, благодаря тому, что я делал записи на Synergy Inside форуме, я могу открыть свою тетрадку, почитать, о чем говорили спикеры, почитать какие-то свои основные мысли, сделать какие-то выводы, поставить перед собой какие-то цели и так далее и тому подобное. Кстати, друзья, следующий выпуск я намеренно вот сегодня поработаю с тетрадкой. И в следующем выпуске я вам тезисно прям вот 25 спикеров. Я слушал не всех, слушал только где-то 20 человек. По каждому из тех, кого я слушал, я прям попробую в двух-трех словах выразить основную мысль выступления или какие-то интересные вещи, которые я для себя узнал. Таким образом, вы, кто не были на этом форуме, ну, сможете хотя бы частично понять, о чем была речь и, может быть, взять что-то для себя. Надеюсь, вам это будет полезно. Так вот, обязательно записывайте. И записывание, да, а не просто слушание, оно всегда позволяет впитать гораздо больше информации. Это очень важно. И, друзья мои, в качестве рекламы сегодня, в среду, у меня пройдет мастер-класс «8 точек роста прибыли». Обязательно нужно на нем присутствовать, обязательно на нем писать. Да, так что я вас всех жду. Будет онлайн-трансляция и мероприятие в офисе. В пятницу мы еще проведем открытое занятие в рамках курса РТТ для всех желающих. И на этом мероприятии мы разберем сделки, которые у нас были на РТТ. Причем возьмем обязательно самые неудачные сделки, разберем их причины, следствия и так далее. Так что на это мероприятие тоже обязательно, друзья мои, записывайтесь. Это очень и очень важно. Вот. А сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы впервые видите наши видео. Ставьте лайк, если видео было полезно и интересно. Комментарии, вопросы пишите, пожалуйста, под этим видео. Завтра тезисы Synergy Inside Forum. Обязательно я вам о них расскажу и поделюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok